Android Insider Android Insider Android Insider нежели его предшественник. Естественно, такой успех не мог остаться незамеченным конкурентами. И уже сейчас на рынке мы можем наблюдать обилие плафонов, паблетов и планшетафонов, называйте это как угодно. И коль уж случилось так, что эти устройства стали настолько популярны, предлагаю разобраться, кому и, главное, зачем нужны такие большие телефоны. У нас в редакции появился один из ярчайших представителей планшетафонов — Sony Xperia Z Ultra. Когда я впервые увидел этот маленький планшетик, а именно так его и хочется назвать, я невольно улыбнулся и искренне удивился. Z Ultra — аппарат, мягко скажем, неординарный. Внушительные размеры первое время поражают и сбивают с толку, но познакомившись поближе с Z Ultra, начинаешь понимать, что даже к диагонали в 6,4 дюйма можно привыкнуть. У большого экрана есть масса достаточно очевидных плюсов, а, как известно, к хорошему привыкаешь быстро. Именно так и случилось с этим аппаратом. Такой большой экран позволяет потреблять буквально любой контент в разы удобнее. Читать твиттер или смотреть любимый сериальчик очень удобно на огромном экране Xperia Z Ultra. К словам, экран у Z Ultra, к моему глубочайшему удивлению, оказался очень хорошим. Почему бы это меня удивило, спросите вы? Все очень просто. Компания Sony по неведомым нам причинам в своих смартфонах использует крайне ужасные дисплеи. Экран Z Ultra обладает прекрасной цветопередачей и великолепными углами обзора, а Full HD разрешение как нельзя лучше подходит экрану такого размера. В общем-то, этот экран с легкостью можно поставить в один ряд с лучшими образцами на рынке. Но в этой бочке меда не обошлось и без ложки дегтя. Проблема кроется в заводской пленке, которая заботливо наклеена производителем на переднюю и заднюю поверхность смартфона. Так вот, проблема состоит в том, что пленка эта со временем превращается в нечто жутковатенькое. В общем, смотрите сами. Образец, попавший в нашу редакцию, тестовый, и до нас им явно кто-то успел попользоваться. Аппарат, естественно, обзавелся огромным количеством царапин как спереди, так и сзади. Пленка просто феноменально быстро покрывается отпечатками пальцев, которые крайне трудно стереть. Сколько бы я ни тер экран, полностью избавиться от неприятных разводов мне так и не удалось. Кроме этого, по такой грязной и зацарапанной поверхности палец скользит очень плохо, да и вообще неприятно им елозить вот по такой вот поверхности. Стоит отметить, что от пленки можно избавиться попросту сняв ее. Но, судя по отзывам в сети, ситуацию с отпечатками пальцев это не особо-то и меняет, ибо стекло под пленкой не имеет олеофобного покрытия, и палец по такому стеклу будет скользить не намного лучше. Короче говоря, пленка на экране здорово портит впечатление от Z-Ultra, и это, пожалуй, главный и самый заметный недостаток этого аппарата. Ну и чтобы закончить с минусами устройства, необходимо упомянуть посредственную камеру Z-Ultra. Она имеет разрешение 8 мегапикселей и лишена вспышки. Конечно же, в условиях хорошего освещения из камеры можно выжать неплохой результат, но не более. Z-Ultra работает под управлением Android 4.3 и построена на базе самого производительного на данный момент чипа от Qualcomm – Snapdragon 800. Со всей уверенностью могу заявить, что работает все очень быстро и плавно, хотя было бы странно, если бы на 800-ом Snapdragon что-то лагало. Думаю, результаты ничего не значащих бенчмарков приводить ни к чему. Могу лишь сказать, что все тяжелые игры и ресурсоемкие приложения Z-Ultra ворочает просто на ура. По большому счету, в плане производительности Z-Ultra – ничем не примечательный смартфон для конца 13-го, начала 14-го годов. Интересен он своим форм-фактором. Забегая наперед, скажу, что фаблет в чем-то превосходит возможности смартфонов, а в некотором отношении гораздо лучше планшетов. Что ж, давайте разбираться в чем именно. И вот вам первое преимущество фаблета перед планшетом. Z-Ultra имеет толщину всего лишь 6,5 мм, что позволяет относительно комфортно носить его в кармане джинсов. То есть вообще его можно носить в кармане. Например, Nexus 7 или, прости господи, iPad какой-нибудь. Вообще с трудом можно запихнуть в карман, но это будет уже совсем странно. А если мы берем в расчет фаблеты, то в этом плане подобные устройства окажутся гораздо более мобильными. Кроме этого, не каждый планшет имеет 3G-модуль, который еще и поддерживает передачу голоса. Да, некоторые планшеты Samsung умеют звонить, но без гарнитуры звонки с планшета выглядят, прямо скажем, странновато. Да и держать ухо такую громадину не особо удобно. Фаблеты все как один оснащены 3G-модулем, а в случае Z-Ultra сотовый модуль поддерживает сети четвертого поколения, то есть LTE. Да, определенно, человек, держащий ухо Z-Ultra, выглядит странно, но еще более странно выглядит человек, который разговаривает по планшету. Поэтому в коммуникационном плане фаблет уделывает любой планшет. Теперь предлагаю разобрать преимущества фаблетов над смартфонами. Самое очевидное, это, конечно же, размер экрана. Потреблять контент с такого огромного экрана просто одно удовольствие. По этому параметру Z-Ultra не сравнится ни один смартфон. Что бы вы ни делали, на экране Z-Ultra это смотрится просто великолепно. Кроме этого, смартфон-планшет имеет очень стильный и, что самое главное, водонепроницаемый корпус. Да и что самое интересное, в такой тонкий корпус инженеры Sony умудрились уместить огромную по смартфонным меркам батарею на 3000 мАч. Если нагружать аппарат по полной, то эта батарея способна уверенно поддерживать жизнь Xperia в течение одного дня. А если использовать Z-Ultra умеренно, то к вечеру у вас останется еще 50-60% заряда. За все эти преимущества пользователю придется терпеть вполне очевидные лишения. Так, например, пользоваться одной рукой такой громадиной у вас вряд ли получится. Я даже больше вам скажу, сам Валуев вряд ли бы смог обуздать это огромное устройство. Ну что ж, пришло время подвести итог и ответить на вопрос, поставленный в самом начале этого видео. Фаблеты — это девайсы странные и весьма специфичные, но они определенно востребованы на рынке. Да, конечно, нужна они далеко не всем. Да и не каждому фаблет покажется удобным, это факт. Но эти устройства в состоянии заменить смартфон и планшет одновременно. Следовательно, пользователь получает очевидные преимущества. Носить одно устройство всегда проще, нежели чем два. Оплачивать мобильный интернет на одном устройстве, очевидно, дешевле, нежели оплачивать счета за планшет и за смартфон. Да и следить за зарядом батареи тоже проще на одном аппарате. Фаблеты будут интересны пользователям, которых интересует связка планшет плюс смартфон. Фаблет для таких пользователей способен оптимизировать затраты на мобильный интернет, да и здорово разгрузить сумку или рюкзак, избавив пользователя от необходимости таскать с собой два девайса и, соответственно, зарядки к ним. Да и самое главное, фаблет будет сильно дешевле связки смартфон-планшет, поэтому приличную сумму денег он вам тоже сэкономит. А на этом все, дорогие друзья. Отпишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на новые видео и, конечно же, обильно осыпайте нас лайками. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!